На полях подобных встреч, конструктивных, отличающихся глубоким анализом и злободневностью, поднимаемых тем, глава государства обозначает конкретные целевые ориентиры. В открытом обмене мнениями здесь, в Сурхандарье, посредством видеоконференц-связи участвовали все районы, ответственные руководители, представители общественности, молодежь. В этот момент руководитель страны, обращаясь к активу области, определял векторы дальнейшего социально-экономического роста региона. Самая главная цель сегодняшней нашей с вами встречи – определить, что мы сможем сделать, как реализовать новые большие планы в новом Узбекистане, какие точки роста есть. Четыре руководителя каждого сектора с накопленным сейчас опытом. Научились ли они работать по-новому или нет? Этот вопрос стоит ребром. Приехавшие сюда министры, заместители премьер-министра, руководители комитетов – нашли ли они точки роста по своей сфере в каждом регионе? Если нашли, то каким будет результат? С точки зрения выгоды, примут ли это люди или нет? Я приехал сюда решать проблемы. Самый волнующий меня вопрос – работа с молодежью, обеспечение их работой, облегчение забот молодых. Мы подсчитали – в Сурхандаре 100 тысяч безработных, 80 тысяч находятся за границей. Если руководители, главы четырех секторов, помучают себя, выделят два часа и подумают над тем, в чем состоят точки роста в регионе, где работают, зададутся вопросом. Государство создает мне столько возможностей, а я своим патриотизмом нашел ли точки роста в Сурхандаре? Если не нашел, когда найду? Если будет ответ на этот вопрос, я буду ими доволен. Но ответа еще не нашлось. Я сам прекрасно знаю самые сложные места в Сурхандаре. С точки зрения поддержки я приехал с большими средствами. Мы даем 1 триллион 900 миллиардов сумм на социальную сферу, на дороги, на отдаленные селения. Где? В Сурхандаре тот, кто без предательства, без воровства сделает правильно проекты. А дополнительно еще двум махалям построит дороги, школы, учреждения дошкольного образования, поправит медицинскую сферу. Где голоса депутатов? Где их голос? Правильно, президент проводит политику. Но кто на практике реализует политику? Представители народа в Сурхандаре. Коли уж так, я бы очень хотел, чтобы аксакалы, депутаты, представители народа, особенно руководители сектора во главе с Хакимом, помучили себя. Все мои действия направлены на то, чтобы укрепить благосостояние народа. Когда я говорю «махалабай», работа по каждому клиенту, это означает, что нужно заходить в дома жителей далекого Шарабада, Байсуна, Шурчи, облегчать их заботой. Мне не нужно такое очковтирательство, как асфальтирование одной улицы в районном центре. Надо идти от самого дальнего, самого сложного села к центру. Тогда и будет результат. Люди начнут верить в то, что есть справедливость. Это мы сможем сделать. Вот в Махале, в которой я был вчера. Если у людей будет достаток, рабочее место, то и преступления там не будет. Раз так, сформируйте сурхандаринский опыт. Мы абсолютно по-другому построим работу. Если мы воспользуемся внутренними возможностями сурхандарии, мы сумеем облегчить чаяние людей. Возможности и деньги есть. Есть и условия для этого в сурхандарье. Такое невозможно, чтобы в сурхандарье была безработица. Однако вы не просыпаетесь. Нужно заниматься молодежью, женщинами, железной тетрадью. Все вопросы теперь зависят от вас. Самая большая задача – развитие предпринимательства, обеспечение занятости населения, сокращение бедности. К 721 Махале области будут прикреплены министры, председатели банков, руководящие лица областных организаций. Они детально изучат проблемы и возможности каждой Махали. В районах с наиболее сложными условиями, таких как Бандахуанский, Козырыкский, Музрабадский и Шарабадский, до 1 августа будут созданы центры по работе по системе Махалабай. И на каждые три Махали будет отдельно прикреплено по одному ответственному лицу. Во всех остальных городах и районах деятельность таких центров необходимо наладить до 1 ноября. Предлагаю вновь созданные субъекты предпринимательства в этих четырех районах освободить до 1 января 2024 года от налога на землю, на имущество, от налога с оборота малого предприятия, от налога на доходы индивидуального предпринимателя, независимо от объема. Кроме того, считают целесообразным освободить от вышеназванных видов налогов до 1 января 2024 года вновь создаваемые субъекты предпринимательства в горных территориях области, а также в районах с засоленной почвой, а также снизить им ставку налога на прибыль в два раза. Отныне руководители секторов в области, определив точки роста в Махаллях на своих территориях, 100% своего рабочего времени будут проводить в Махаллях. Глав государства обозначил конкретные задачи, направления по комплексному развитию области, работы по принципу Махаллябай для решения проблем населения и улучшения жизни людей. Первый приоритет это развитие предпринимательства, обеспечение занятости и сокращение бедности. С этой целью прозвучало в разрезе каждой из 721 Махали, руководителями министерств, банков, областных организаций были изучены имеющиеся проблемы и возможности. На примере Сурхандари, подчеркнул президент, будет сформирована новая целостная система, объединяющая собственника домохозяйства, заготовительное предприятие, переработчика и экспортеров. Среди задач выращивания на низкорентабельных землях владельцами приусадебных хозяйств овощей и бахчевых культур. Создание заготовительных предприятий, выступающих связующим звеном между хозяевами приусадебных хозяйств и кластерами. Организация работы сурхандаринцев при посольстве в Российской Федерации и представительствах с целью продвижения выращенной приусадебным хозяйствами региона продукции на экспорт. На реализацию программ развития семейного предпринимательства и оказания сервиса будет выделено 727 миллиардов суммок кредитов. Кроме того, в 2021 году для организации новых производственных и сервисных объектов предпринимателям будет реализовано на аукционе 1300 земельных участков. Второе направление, обозначенное президентом, это осуществление в 2021-2022 годах 1177 региональных инвестиционных проектов на 16 триллионов 800 миллиардов сумм, или на 1,6 миллиарда долларов, с созданием 25 тысяч новых рабочих мест. Отдельно остановился глава государства на значимости реализации в регионе программ развития энергетики. Важнейшим из них является проект строительства солнечной фотоэлектрической станции в Широбатском районе мощностью 457 мегаватт, старт которому был дан накануне. Ставшая победителем тендера компания «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов привлечет 260 миллионов долларов прямых инвестиций. Президент уверен, строительство данной станции, вырабатываемое ею энергией и новой инфраструктуры, придаст мощный импульс к комплексному развитию области. На новый этап развития выйдет угольная промышленность. В отрасли строительных материалов в течение двух лет запустят 170 проектов на 337 миллионов долларов. В текстильной промышленности 42 проекта на 149 миллионов долларов. В результате степень переработки хлопкового локна возрастет с 14 до 30%. Глава государства подчеркнул важность увеличения числа проектов в отрасли строительных материалов, легкой, кожевиной, пищевой, электротехнической, местной промышленности. Третье приоритетное направление для региона – это развитие торгово-экономических связей с государствами и соседями. Ответственным лицам с этой целью поручено по каждой из сфер подготовить конкретные программы по увеличению производства экспортоориентированной продукции. На финансирование новых проектов по изготовлению импортозамещающей продукции, формирование необходимой инфраструктуры, обеспечение экспортеров оборотными средствами, из фонда реконструкции и развития будут выделены льготные финансовые ресурсы в размере 50 миллионов долларов. Термесскую свободную экономическую зону и Термесский международный торговый центр необходимо превратить, по мнению президента, в основные площадки по производству и реализации экспортоориентированной продукции в азиатские страны. Четвертое приоритетное направление, обозначенное сегодня лидером страны – это увеличение объемов заготовки сельскохозяйственной продукции. В 2021-2022 годах в аграрном секторе будут реализованы инвестиционные проекты на 3 триллиона 121 миллиард сумм. Предстоит освоить 12 тысяч гектаров выбывших из оборота, 10 с половиной тысяч гектаров багарных и пастбищных земель, на 23 тысячи гектаров внедрить водосберегающие технологии. Особое внимание будет уделено выращиванию по системе Махалабай населением риса. 950 миллиардов сумм в течение двух лет будет направлено на проекты организации теплиц на 1 тысячи гектаров. Кроме того, в этот период будут разбиты плантации оливы в Алтенсаи и Узуни по 100 гектаров, в Бандыханском, Денауском, Джаркурганском, Музарабадском, Термесском и Сароосийском районах по 50 гектаров. На 10 тысячах гектаров Ширабада, Музарабада и Кызырыка будут созданы новые гранатовые плантации. Конкретные целевые ориентиры обозначены руководителем страны по организации работы по принципу «одна махаля – один вид продукции», по выращиванию в регионе плодовощной продукции, зелени, картофеля, винограда, миндаля, фисташки, тополей и павлони по развитию шелководства и птицеводства. Пятое приоритетное направление – это вопросы жилья, питьевой воды, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры. В рамках программ «Обот-Кшлок» и «Обот-Махаля» в текущем году будут благоустроены 483 села и Махали. На это будет направлено 1,6 трлн сумм. В области прозвучало, в 2021 году будут построены многоэтажные дома на 3,5 тысячи квартир. 1460 семей получат субсидии для ипотеки. До 1 октября будут завершены работы по ремонту 1230 километров дорог, реконструкция 700 километров водопроводов, 28 километров консульционных сетей, прокладка 1000 километров электрических линий. Шестое направление, определенное президентом, – это развитие социальной сферы. Так, поставлена задача в 2021-2022 годах построить 22 государственных и 37 детсадов на основе государственно-частного партнерства, открыть более 1000 семейных, тем самым довести уровень охвата дошкольным образованием до 60%. В этот же период отмечена будет организована деятельность в регионе 14 специализированных школ по математике, химии, биологии, информатике и информационным технологиям. А еще 12 школ по английскому, две по немецкому и одна по французскому языкам. На базе термецкого филиала Ташкентского государственного технического университета будет создан термецкий инженерно-технологический институт, где будут готовить, к примеру, специалистов для строительства и геологии. Целый ряд проектов будет реализован в области медицины, особенно по направлению развития первичного звена и раннего выявления профилактики заболеваний. И всесторонняя поддержка молодежи и женщин. Решения их проблем отнесены главой государства к седьмому приоритету. 57 тысяч юношей и девушек в регионе включены в молодежную тетрадь. Поручено обеспечить занятость 51 тысячи, выделить 136 миллиардов суммов кредитов на проекты молодежного предпринимательства. Организовать в городе Термезе, в Денаусском, Термесском, Шурчинском районах молодежные промышленные и предпринимательские зоны. 29 тысяч сурхандариинок числятся в женской тетради. И по их системной поддержке главой государства обозначены конкретные целевые ориентиры. Так, в текущем году почти 4 тысячам женщин-предпринимательницам будут выделены кредиты на 152 миллиарда сумм. Восьмым же приоритетом выступила организация в области работы по предупреждению преступлений и правонарушений в Махалях на основе принципа «Хавцы с Хонадон» и «Хавцы с Ховли». На заседании актива в Сурхандаринской области по обозначенным президентом Шавкатом Мерзиёевым приоритетным направлением предстоящей работы, конкретным механизмом реализации поставленных задач с предложениями по повышению эффективности деятельности на низовом уровне, на уровне Махалей, выступили заместители премьер-министра, министры, хакимы районов, руководители секторов. То есть все персонально ответственные за процессы реформирования сфер лица. Современные эти технологии обеспечили четкую обратную связь президента со всеми районами региона. Представители различных отраслей, аксакалы, молодые люди, присутствовавшие в зале и в студиях, говорили о важности реализуемых реформ, о факторе личной ответственности каждого руководителя. Звучали конструктивные предложения, как повысить качество работы по системам Махалабай и Фукурубай. На месте главой государства решались многие волнующие простых людей проблемы. Все с ориентиром на то, чтобы каждый житель самого южного региона страны был удовлетворен жизнью. Строил смелые планы на перспективу.